Что я могу сказать о Гекхане Гемене? Подумаю, нашла. Например, у него явно меньше мозгов, чем денег. Серьёзно? Но зачем мне сдались его мозги? Не так ли? Мне вполне хватит его денег. Хватит и даже излишек. Нет, излишек не останется, ведь деньги не бывают лишними. Гекхан, всё, что у него есть, будет моим. Я у него всё потихонечку заберу. Гекхан. 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 Ты очень жестокая, Семин. Но он очень даже красивый, благородный, вежливый человек. Ты что, совсем его не любишь? Звонит мой птенчик, конечно же. Смотрите и учитесь. Пожалуйста, прошу тебя. Пожалуйста, прошу тебя. Прошу тебя, выключи, прошу тебя. Я больше не выдержу. Выключи его. Выключи, прошу. Сделай что-нибудь. Скажи что-нибудь. Ну же, скажи что-нибудь. Плюнь мне в лицо. Скажи, что я мерзавка. Сделай что-то. Птенчик должен сделать что-то. Гекхан. На меня посмотри. Посмотри на меня. Мы только-только начали встречаться. Я еще и не знала тебя. Я была эгоисткой. Прости меня. Я любила деньги больше, чем тебя. Прости меня. Но сейчас это не так. Все говорили. Все мне говорили. И отец говорил. И друзья говорили. Даже братья говорили. Ма... Мама. Даже мама мне говорила. Она ведь мне говорила. Говорила мама. Говорила, что эта девушка с тобой ради денег. Гекхан. Отойди. Не делай этого. Не надо. Гекхан, не делай этого. Давай поговорим. Пожалуйста, давай поговорим. Что? Что? Что мне делать? Смотри, ты любишь вот это. Смотри. Смотри, ты любишь это все. Ты любишь вот это тоже. И это. Ты это любила, вот это. Да, вот это, Есимин. Вот это ты любила. И вот это тоже. Вот это любишь. Во! Вот это ты любишь. Вот это любишь. А не меня. Ты... Пойдем. Пойдем, все. Идем, шагай. Гик-хан. Гик-хан, пожалуйста. Что ты делаешь? Иди, я сказал, сюда. Гик-хан. Гик-хан. Пойдём. Гик-хан. Гик-хан. А теперь убирайся отсюда. Гик-хан, не делай этого. Не делай, умоляю, не делай. Гик-хан. Гик-хан, что происходит? Ничего не происходит, тётя. Ничего не происходит. Ничего. Просто Йосемин уходит из дома. Нельзя. Нельзя так. Нельзя так. Так нельзя? Так нельзя. А вот так можно? Брат, стой. Брат. Брат, стой. Гик-хан. Я Семин. Что ты сделала моему племяннику? Брат, поговорим? Брат. Что она сделала? Брат, скажи мне. Брат. Гик-хан. Что с твоим братом? Он прогнал Йосемин из дома. В данный момент Гик-хан не понимает, что делает. Сейчас он не в себе. Он успокоится и будет жалеть. Всё пройдёт. Соберите чемодан Йосемин-ханум. Не трогайте. Я здесь буду ждать своего мужа. И никуда не пойду. Я буду ждать мужа здесь, в своём доме. Не смейте прикасаться. Все пальцы переломаю. Хазимбей. Хазимбей, пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста, помогите мне. Я люблю своего мужа. Я очень сильно люблю. Пожалуйста, выслушайте. Спокойно, Йосемин. Прежде всего, мне нужно поговорить со своим сыном. Хорошо? Я ваша невестка. Я ношу вашу фамилию. Неужели вы со мной так поступите? Просто выставите за дверь? Вот бы мама могла увидеть этот день. Вы все с самого начала ждали этого момента. Все. Теперь счастливы, да? Но если меня звать Йосемин, то ваше счастье продлится недолго. Не отвлекайтесь. Быстро соберите этот чемодан и немедленно отнесите в машину. Быстро! Быстро! Субтитры создавал DimaTorzok А ты постой. Тебе нравится? Хочешь? По-моему, тебе очень понравилось. Если хочешь заполучить его, то будешь сообщать мне обо всем, что происходит в этом доме. Что они делают, чем заняты, о чем говорят. Во сколько Кихон приходит и уходит. Подробно. Подробно обо всем. Я вернусь назад в этот дом. Вернусь. Верни телефон. Нужно позвонить маме с сестрой, и они будут переживать. Ну все. Они не должны понять, что я плакала. Где же твоя сестра? М? Соберись уже, не хмурься. Не делай кислое лицо. Твоя сестра не должна ничего понять. Не создавай проблем с ней, как будто своих мало проблем. Сколько еще ты собираешься скрывать все от сестры? Она узнает о моей беременности только когда возьмет племянника на руки? Почему ты так сильно боишься, что она узнает? Она ведь не я. Боишься, что она испортит твою игру? А? Возьми, вот твоя сестра звонит. Давай, расскажи ей все, бери. Ну же, разрушай планы матери. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Сестра? Милая. Когда ты вернешься? Милая, ты что, соскучилась по мне? Сегодня ночью я останусь у Бетюль. Ее семья уехала к себе в деревню, и она боится ночевать одна. Она так просила, что я не смогла ей отказать. Бетюль? Сестра? Может, ты все-таки приедешь? Сестренка? Ты что, плачешь? Что у тебя с голосом? Эджи, что случилось? А, ты плачешь? Поговори со мной. Нет. Нет, я же гриппую. Я больна. Я очень больна. Значит, ты еще не поправилась? Скажи маме, пусть заботится о тебе хорошо. Пусть сварит тебе бульон, хорошо? Ладно, я передаю телефон маме. Нет. Не передавай. У меня уже телефон разряжем. Поговорим позже. Алло. Отключила. Что смотришь? Ты напомнила мне кое-кого. Он тоже боится плакать. Что? Я говорю, ты хорошо справилась. Не каждый умеет улыбаться сквозь слезы. Вот что я имел в виду. Мы тут накрываем на стол, но интересно, будет ли кто-то кушать? Честно, не знаю. Еще не прекратились разговоры о Хазембее, как начнут говорить о Есиминхану. Кто знает, что она сделала, что вывела из себя мужа? Это пустяк. Не важно. Ты посмотри на эту нахалку с дочкой. Не говори. Это что-то. Такую маленькую дочку выдать за Хазембея. А Гюзиде Ханум только нами может и командовать. Не скажи. Выставила бы ее за дверь, как свою невестку. Это Фазилет Ханум хуже некуда. Представляешь? Теща Фазилет Ханум. Как не стыдно. Как вам не стыдно. Значит, плюете в колодец, из которого пьете? А? Тогда в этом доме вас больше не нуждаются. Ну, пожалуйста, ну, ну, пожалуйста. Нет. Немедленно идите к себе в комнату, соберите вещи и завтра покиньте этот дом. Что это с ними? Почему они плачут? Ничего такого. Садись. Добрый вечер. Гюльтен Снермен где? Почему не обслуживают? Они пожелали уволиться. Я дала добро. Ну вот, ужин готов. Да и ты, наверное, проголодалась. Прошу. Хазан. Послушай, говорят, что лучшие повара живут в одиночестве. Я в этом вопросе достаточно амбициозен. Прошу, садись. Ты шутишь? Умру с голода, но не съем то, что ты приготовил. Приятного аппетита. Как знаешь, кухня там. Ешь, что хочешь. ПОДКИЕ ГУДАЙС겨. ты что делаешь ты хазан это же не вода его нельзя так пить а так можно пить папа устроим вечеринку в честь развода брата а что здесь такого если отмечает бракосочетание то и развод можно отметить это совсем не смешно речь идет о разводе семья распадается прояви уважение не из всех браков рождаются семьи а с некоторыми браками и так все ясно с момента росписи ты прости но не все не все браки имеют уважение доешь свой ужин селин и много ты знаешь мерзавка вам пришлось обслуживать и сразу видно что вы ничего не смыслите сервировки стола я про то что у вас в руках он не предназначен для мяса обслуживание своего рода культура и требует определенного этикета какая культура вашем квартале трудно возразить если вы правы селин хану конечно же но вы заговорили так словно словно знаете наш квартал как свою ладонь или я что-то не то говорю да откуда же вам знать наш квартал а зачем же таким людям как вы заезжать заезжать в наш квартал я лучше принесу вам воды давайте холодненькая принесу чтобы вы успокоились тетя я не выношу эту женщину избавились от ессимин и от этой избавиться не можем она что-то намекала тебе ни на что она не намекала стояла два часа на слушала я указала ей ее ошибки вот на что она намекала я не глупа как ты думаешь селин что она знает о тебе такого чего не знаю я видимо ты сегодня очень устала отдохни после ужина как следует добрый вечер фахребей у меня к вам просьба начиная завтрашнего дня не могли бы вы проследить за силен хану а потом докладывайте мне пожалуйста ну как тебе понравился тебе мой ответ змея каждый получит заслуженный ответ получить то получит каждый что заслужил посмотрим что мы заслужили ты знаешь ты же поклялась фазелет не забыла тебе и твоей дочери достанется львиная доля когда я была маленькой у меня было такое же платье с блестками да были времена когда я и так одевалась первом классе отец купил мне его на утренник я была папиной красавицей потом когда папа умер это платье вместе с отцом закопали в могиле все что было у красавицы все вместе с отцом было закопано в землю мое второе в жизни нарядное платье это то отвратительное платье которую я надела в ту ночь когда познакомилась с тобой здорово да яга за гимен может ты уже выйдешь из номера этого отеля я теперь до конца жизни не смогу выйти из того номера потому что я знаю кто меня отправил в тот номер тот номер меня отправил человек которого я люблю если бы ты только знал как сильно я люблю твоего брат столько лет я столько лет в него влюблена ну ну все 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 нет больше не пей не пей больше я уеду отсюда поеду туда где родился отец заберу свою любовь свою боль и уеду отсюда ну ладно но это не выход что пью что не пью все равно болит хорошо ладно садись я понимаю тебе больно разбито сердце мечты рухнули ну а сейчас время бежать и прятаться а где та девушка что оставила след на моем лице девушка которая яростно швырнула мне в лицо 100 долларовую купюру где она где неужели ты такая трусиха что бежишь прочие при первой же душевной боли а ты не останешься чтобы бороться ты настолько слаба какая борьба какая борьба ради кого ради чего мне что бороться за твоего брата лгуна ну я разве говорю тебе бороться за любовь а что такое любовь любовь это иллюзия которая не заслуживает того чтобы за нее боролись более того это такой преувеличенный воздушный шар из кинофильмов чтобы создать эффект от просмотренного для таких чувствительных девушек как ты я прошу чтобы ты боролась только за себя ради себя борись за себя потому что любовь это иллюзия а ты реальность мистер мороз никогда не влюблялся никогда я хочу причинить ему боль я всем сердцем хочу причинить ему боль хочу чтобы его сердце болело как моё ну убиваясь и опустошая одну бутылку за другой ты никому не причинишь боль если хочешь ее причинить то подпиши вот здесь и что будет если я подпишу твоя жизнь изменится а он будет страдать львиная доля львиная доля что ты опять задумала мама львиная но Субтитры создавал DimaTorzok Он ей в отцы годится Что же ты будешь делать? Ты не сможешь Забери свой заштопанный узел Стучи в другую дверь А что если моя дочь опозорится Скитаясь с ребенком от одной двери к другой А что я тогда буду делать? Несмотря на солидный возраст Вы хотите жениться на моей дочери Да, Хазымбей? Да? Раз так То время торговаться Что? Какой еще торг? За что торговаться? Сегодня утром ты просил руки моей дочери А сейчас моя очередь У меня тоже есть некоторые пожелания Тихо и тайно Позорной свадьбы не будет Я хочу роскошную свадьбу Соответствующую фамилии Эгеменов Во дворце Моя дочь Отдаст тебе свою молодость И красоту Ты же моей дочери И ее ребенку Дашь свою фамилию Договорились? Чаши весов Неуравновешенных, Хазымбей Откуда мне знать Что ты не прогонишь Мою дочь? А? Мы видели Как поступил твой сын Взял свою жену за руку И выставил ее за дверь Откуда мне знать Что и ты так не поступишь? Что тебе не наскучит И ты не разведешься с дочерью, а? Что после того Как получишь желаемое Не скажешь Что этот ребенок не от тебя Для суда достаточно Одного теста Оп И моя дочь с ребенком На руках Окажется за порогом Этого дома Откуда мне знать Что такого не будет, Хазымбей? Я мать И я хочу гарантии Для своей дочери Что ты дашь моей дочери Кроме своей фамилии? А? Я вынуждена думать О будущем своей дочери Потому что я мать Я хочу денег За каждый день Проведенный в браке Не для себя Ни в коем случае Для дочери Ты откроешь счет На имя моей дочери Счет Будешь перечислять Деньги на ее счет Понятно? Понятно тебе? Я знаю Что я с тобой сделаю, мама Я знаю Ты дашь долю от компании Моей дочери Подаришь ей акции А потом моя дочь Станет хозяйкой Этого особняка Мало того Ты перепишешь Особняк на имя Моей дочери Ты хоть понимаешь Моей дочери Протянул руку помощи Хотел помочь ей Помочь Ты можешь это понять? Да Я просил руки Твоей дочери Однако я не сумасшедший Фазилет Ханум Хотел помочь? Ты посмотри Хотел руку протянуть Вот это да Какой же Хазым Эгемен Благородный Да кого ты обманываешь? Ты что, протянув руку Удочерил мою дочь? Ты хочешь жениться на ней? Жениться? Я что? Я что, слепая? Что только я не видела В этой жизни Ты не из милосердия Ты из чувства любви Хочешь жениться на моей дочери Из любви Хазым Эгемен Я не буду больше терять время Примите мои условия Отдам дочь Не примите Тебе лучше знать Мы позаботимся о себе сами Сами себе поможем Господин Хазым Эгемен 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 Ну же, Хазан, ну где ты? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А моим страхом было одиночество В то время, когда ты на рынке продавала лимоны, я учился в интернатах Америки Ночью, в постели, я от страха перед одиночеством тоже пел песню Мои песни умолкли в тот день Когда умер папа А твои? Не знаю Наверное, я просто привык Но однажды мои песни снова зазвучали Внутри меня Вот здесь Тот день, когда я впервые увидела Синана О твоей песне Я... Я не пою песни Я полюбила твоего брата Я очень любила твоего брата Я очень любила Я... Я... Субтитры сделал DimaTorzok Прости меня, Хазан. Прости, той ночью я был негодяем. Открой дверь, брат! Открой дверь! Почему она все еще здесь? Я забираю Хазан. Да-да-да, забирай, забирай, забираешь. Ну, давай, забирай и уходи. Ну вот. Мои ноги снова привели меня к тебе, Сивиндж. Пришел к тебе, хоть мне и стыдно. Разве я человек, который не постыдился бы своего возраста и своих детей? Эта девочка словно упала в бездонную яму. Я хочу вытащить ее оттуда. Ведь и мне в своей жизни однажды пришлось выбраться из такой ямы. Разве я не хотел, чтобы мне протянули руку и помогли выбраться? Не ожидал чуда? Вот теперь и я хочу стать чудом для кого-то. Я клянусь, приложив к твоей могиле руку. Эти руки, протянутые ей на помощь, никогда к ней не прикоснутся. на протяжении всей жизни. Я спасу тебя, Хазан. Клянусь, я спасу тебя. Клянусь, я спасу тебя. Клянусь, я спасу тебя. Клянусь, я спасу тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok